В Санкт-Петербурге состоялся юбилейный концерт мужского хора «Древнерусский распев». Ему исполнилось 30 лет. Этот хор – один из немногих, который исполняет молитвенные песнопения древнерусским распевом. Наш корреспондент попытался разобраться, почему при таком величии знаменого распева в большинстве храмов звучит портесное академическое пение. Слово Максиму Румянцеву. Юбилейный концерт прошел при полном аншлаге. Яблоку негде было упасть. Мужской хор «Древнерусский распев» исполняет молитвенные песнопения, псалмы или гимны исключительно древнерусским распевом. Во время таких песнопений просто не понимаешь, на небе ты находишься или на земле. Название знаменого пения происходит от старославянского слова «знамя». Певческие знамена или столповые знаки – знаки особой древнерусской безлинейной нотации. Как рассказал художественный руководитель хора Анатолий Гринденко, при возрождении этого распева были трудности. Создалась своеобразная традиция нашего пения. Но традиция не для образца, а традиция как естественное состояние древнерусского буквосужебного пения, которое является многовариантным по своей сути. Потому что это устное творчество, во-первых. Прежде всего, устная традиция, которая записана крюками. И она раскрывается для того, кто находится в этой системе. Организовать такой хор древнерусского распева благословил покойный владыка Петерим. Он был настоящим знатоком и ценителем древней церковной традиции. Анатолий Гринденко начинал возрождение знаменого распева с того, что два года сам пел на древнерусский распев с известным композитором и музыковедом Владимиром Мартыновым, а также братья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мне посчастливилось этим летом присутствовать на мастер-классе Анатолия Гринденко. Я был поражен, как нетрадиционно, как неожиданно. Он рассматривает и трактует знаменный распев. Я впервые услышал от него, и глубоко врезалась в память то, как он говорил, что монах, оказавшись в тишине, читающий Евангелие, обращающийся к Богу, слышит совершенно неведомую музыку, неведомую мелодию, та, которая приходит ему свыше. Молитвенные песнопения в древнерусском распеве более продолжительны по времени и не развлекают слух, как академическое портесное. Оно больше похоже на концертное, ухлаждает слух и считается, что менее способствует внимательной сосредоточенной молитве. К примеру, в демественном распеве, это один из видов древнерусского, только херувинская песнь могла продолжаться от 10 до 30 минут. И если всю службу пели демественным распевом, то богослужение могло длиться 5-6 часов. Сегодня в России немного храмов и монастырей, где за богослужениями поют знаменным распевом. Их можно по пальцам пересчитать. А ведь именно за этим пением закрепилось название «Ангела подобного». Кроме благочестия в церковном творчестве необходима еще и культура. Потому что как бы ты благочестив ни был, ты икону не напишешь правильно, грамотно. Вкусы современных священников, они очень далеки от любви к традициям и каноническому церковному творчеству. К сожалению. Есть мнение, что знаменный распев стал выходить из церковного обихода на Руси с угасанием духовной ревности, исчезновением делателя Иисусовой молитвы. Творить Иисусову молитву удобнее именно при знаменном, продолжительном и неторопливом пении. Делателей не стало, древнерусского пения тоже. Но с возрождением этой духовной традиции, похоже, стал возрождаться и древнерусский распев. Отсутствие в храмах знаменного распева сегодня, конечно, во многом связано и с отсутствием профессионалов в этой области. Ведь была прервана сама передача опыта такого пения, а также с угасанием любви к богослужению и духовной ревности в молитве. Когда в храме звучит знаменный распев, время перестает существовать. Человек несколько очущает дыхание небесной вечности. Все, кто желают услышать такое ангелоподобное пение, могут обратиться к записи мужского хора «Древнерусский распев» или, если посчастливится, побывать на их концерте. Спасибо.